Ребята, всем привет! В недавнем видео мы выяснили, что некоторые композиторы, честно говоря, были не совсем благожелательны друг к другу. В этом видео я приведу еще парочку извительно-критических выпадов знаменитых композиторов в адрес не менее знаменитых коллег. Первую часть вы можете посмотреть по ссылке в прикрепленном комментарии. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Начнем с Бетховена. Он писал, что Россий не стал бы великим композитором, если бы его учитель как следует шлепал его по заднице. Однажды, спустя много лет после завершения 32 вариаций на оригинальную тему для фортепиано до минор, Бетховен снова услышал это произведение. Каков был вердикт музыканта? Как вы думаете? А вот следующий. Это я написал этот бред? Ну и осел же ты, Бетховен. Джоакин Орассини дал следующую оценку оперы Вагнера. Оценить оперу Вагнера Лоенгрин с первого раза просто невозможно, но слушать ее второй раз я точно не собираюсь. Собственно, отпадают и все вопросы. Цитата же самого Вагнера про Шопена осталась на века, а именно вот эта. Шопен – композитор для правой руки. Из дневника Петра Ильча Чайковского 1886 года можно очень многое узнать о его музыкальных вкусах. Мало того, что однажды он признался, цитирую, «Я боюсь Бетховена, как боятся большой и страшной собаки». Так есть и более подробное этому объяснение. Вероятно, после моей смерти будет небезынтересно знать, каковы были мои музыкальные пристрастия и предубеждения, тем более, что я редко высказывался в устном разговоре. Начну с Бетховена, которого принято безусловно восхвалять и повелевается поклоняться ему как Богу. Итак, каков для меня Бетховен? Я преклоняюсь перед величием некоторых его произведений, но я не люблю Бетховена. Мое отношение к ему напоминает мне то, что в детстве я испытывал насчет Бога Саваофа. Я питал, да и теперь чувства мои не изменились, к нему чувство удивления, но вместе и страха. Он создал небо и землю, он и меня создал. И все-таки я хоть и присмыкаюсь перед ним, но любви нет. Бетховен заставлял меня трепетать, но скорее от чего-то вроде страха и мучительной тоски. Баха я охотно играю, ибо играть хорошую фугу занятно, но не признаю в нем, как это делают иные, великого гения. Гендель имеет для меня совсем четырехстепенное значение, и в нем даже занятности нет. Чайковский высказывался и о Вагнере, а именно следующее, цитирую. «В сущности Вагнер не может нравиться русскому человеку, ненавижу вагнеризм как принцип и не могу победить отвращение к последней манере Вагнера». Да и о своих современниках, например, об Александре Порфирьевиче Бородине, он высказывался так. «Он не может написать ни строчки без посторонней помощи». Мусорский и Чайковский всегда вежливо жали друг другу руки, но их отношения, по словам историков, были особенно неприязненными, почти болезненными в своей враждебности. Мусорский всегда казался ему грубым человеком, обожавшим грязь в искусстве. Сохранились следующие высказывания. Например, «Мусорский шарлатан и паяц. Отпетый человек». По таланту он может быть выше всех предыдущих, имеется в виду кучкистов, но эта натура узкая, лишенная потребности к самосовершенствованию, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Но они были квиты, ведь Петр Ильич так и не узнал, что Мусорский называл его за глаза Садык Пашой. Имя Садык Паши принял польский авантюрист и однофамилист Чайковского после перехода в мусульманство. Кстати, и к себе Чайковский был очень уж критичен. «Чистая дрянь, вспоминать о ней без стыда не могу», так он писал о балете «Лебединое озеро». «Страшная мерзость», так о своей Пятой симфонии. Подводя итоги, закончу советскими композиторами. Эдисон Васильевич Денисов, советский российский композитор, народный артист Российской Федерации, очень часто оставлял свои комментарии о Дмитрии Дмитриевиче Шестаковиче. Например, следующее. «Казин Степана Разина походит на Сверидова». Очень плохо. «Вокальный цикл на стихе Микеланджело». «Ничего в этой музыке не понимаю, ноты есть, а музыки нет». Или следующее. «Все творчество Дмитрия Шестаковича – самый яркий образец эгоцентризма». Ну и последнее. «Вчера послушал по телевизору «Седьмую симфонию Дмитрия Дмитриевича». Поразительно плохая музыка. Почти без просветов». Вот пример композитора, который уже при жизни устарел. Вообще, об отношении разных коллег к Шестаковичу можно узнать из другого моего видео под названием «Другие о Шестаковиче». Ссылку я оставлю прикрепленную комментарием. Кому любопытно, пожалуйста, посмотрите. Денисов не обошел и Сергея Сергеевича Прокофьева. Он писал, цитирую, «В музыке Прокофьева и Шестаковича полностью исчезла пластика и естественная красота форм. Она заменилась механистическим выдалбливанием и огромным вторжением в музыку антидуховных механистических тенденций, вызванных к жизни потерей веры и обожествлением материальных ценностей». Ну и напрашивается вопрос, расставило ли время все на свои места? Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok